привет youtube привет фанатам лего мегаблокса плеймобиля и других конструкторов с вами снова лего crazy motion и сегодня есть у меня небольшая фигурка которую бы я хотел вам показать на самом деле купил я ее достаточно давно ну лежал руки не доходили вот что-то недавно тут разгребал коробку нашел ее и подумал что пора все ближе и ближе к одному проекту когда-нибудь его реализую я говорю про высадку американцев в нормандии день-дэ амаха-бич и так далее в общем я купил недавно конструктор мегаблокс кораблем для высадки про него тоже будет когда-нибудь обзорчик в общем я потихонечку собираю американские войска для съемок и вот сегодня я решил вам показать капитана пиллера от брик армса вот такой вот пакетик был мой мною куплен некоторое время назад фигурка коллекционная была выпущена ограниченным тиражом 2013 году я ее купил в прошлом году где-то летом но с тех пор она все лежала у меня вот наконец-то решил что пора ее открыть значит мы видим что эта фигурка брик армс солдат на вторую мировую американские войска и это капитан миллер я думаю что все фанаты военных военной темы уже посмотрели фильм спасти рядового райана знает кто такой капитан миллер которого играл том хэнкс очень такой приятный был персонаж почему был ну потому что больше в конце фильма этого персонажа не стал надеюсь что не спойлер так значит в паял в комплекте на эту фигурку у нас идут у нас идут ведь открываем у нас идут пистолет сама фигурка со шлемом и вот такая вот подставка шестиугольная ну и сама карточка просто как фотография на ни о чем значит давайте посмотрим первая подставка примитивная подставка но как бы я коллекционных фигурок еще не покупал поэтому меняет такая вот первая подставка да давайте начнем начали с пистолет значит пистолет особый такого оружия в моей коллекции еще не было при том огромном количестве брик армса который у меня есть это первый так называемый перезаряженный пистолет перезаряженное оружие которое появилось у меня лично значит в чем прикол этого пистолета как видите у У него сам ствол серый такой металлический, а ручка у него коричневая. Так вот, коричневая – это не краска. Это соединение двух пластиков. Эта техника называется, по-английски она называется «overmolded», по-моему. В общем, когда пластик, вставляют в пластик и запаивают. Из-за этого техника достаточно сложная. Из-за этого цена, соответственно, у этого оружия очень дорогая. То есть вот этот пистолетик маленький стоит 6 долларов. По сегодняшним ценам, вообще даже страшно сказать, 6 долларов. Сегодня на сколько? Ну, допустим, 6. То есть 360 рублей только за один вот этот вот маленький пистолетик. Хотя обычно оружие Brick Arms стоит где-то… Ну, пистолеты стоят от полудоллара до доллара. То есть, по идее, 60 рублей должен быть самая максимальная цена за оружие. Но этот стоит 6 долларов за вот такой маленький-маленький пистолетик. Но зато сделано прикольно. Кстати, вот по рукоятке, вы можете увидеть, если камера покажет, что здесь коричневый пластик вставлен в серый. Ну, вот такая вот техника Overmolded. Пластик в пластике. Пистолет Browning 1911. По-моему, так он назывался. Так, теперь переходим к фигурке и шлему. Значит, вначале шлем. Шлем тоже достаточно уникальный. Не часто его встретишь в продаже. Точнее, именно от Brick Arms я вообще ни разу не видел. Я видел от Brick Forge. Смысл этого шлема – M1 стальной в зеленой раскраске, но с капитанскими полосками. Вот эти две капитанские полоски. Логично, что капитанские, потому что фигурка называется Капитан Миллер. Так вот, шлема с двумя капитанскими полосками просто в продаже я не видел. Именно от Brick Arms. Поэтому считается, что шлем для этой фигурки, он уникальный. От Brick Forge есть, но вот шлем от Brick Forge мне меньше нравится. Мне кажется, что у Brick Arms они получше. Как-то они более компактные, что ли, подходящие по размеру. Ну, не ладно. Ну, не важно. В общем, короче, я больше фанат Brick Arms, чем Brick Forge. Значит, шлем одеваем, берем супероружие и начинаем рассматривать уже саму фигурку. Ставим ее на подставку. Вот такой вот у нас получается Капитан Миллер. Кстати, сам Капитан Миллер, помню, кроме всех этих боевых моментов, грустных и так далее, помню, было смешно с обсуждением... Сейчас, если найду видео, я вставлю тогда момент, когда обсуждали наличие матери у солдат. Давайте теперь перейдем к самой фигурке. Значит, что по ней можно сказать? Торсик уникальный, капитанский, такой командирский, с кобурой. Очень хорошая детализация. Торсик профессиональный, с напечатанным принтом. То есть, содрать его невозможно. На ощупь он немножко выпуклый, прям чувствуется пальцем. Приятно, я бы сказал. Так, значит, у фигурки коричневые перчатки. Не знаю, зачем. Я, честно говоря, не посмотрел, но, по-моему, все-таки по фильму Том Хэнкс он ходил без перчаток. Ну, решили сделать коричневые перчатки, видимо, так проще было. С обратной стороны тоже принт. Мы видим вода, сумочки для боеприпасов, обвес, короче, его. В общем, торсик тоже есть. Мятая рубашка. Очень прикольный, с хорошей детализацией торсик, как я уже упоминал. Кстати, даже физиономия немножко небритая. Чем-то похожа на Тома Хэнкса из фильма. По поводу принта еще хочется сказать, что они заморочились, даже сделали небольшой принт на ногах. То есть, как бы, совершенно было не обязательно. Но ребята подошли достаточно профессионально и часть кобуры перенесли на ноги. Не поленились. Вот такая вот фигурка Тома Хэнкса, капитана Миллера, из «Спасти рядового Райана». Отличный фильм. Мое частное мнение, что фильм по тому, как он снят, о чем он снят, намного лучше «Сталинграда» Бондарчука. Здесь, как бы, вопрос патриотизма ни при чем. Здесь просто тупо один фильм о войне, а другой фильм о какой-то ерунде. Мне очень обидно, что наши никак не могут снять нормальный, хороший фильм про Вторую мировую войну, современный. Так, ну ладно, давайте, значит, вернемся к нашим баранам. Капитан Миллер, собственной персоной, будет у меня вести американские войска в атаку в Нормандии на Омаха-Бич каком-нибудь, который скоро я начну уже снимать. Я все ближе и ближе к этому. Ну а пока будет стоять, ждать своего... Кстати, вот, ждать своего кого? В коллекции по «Спасти рядовому Райана» у Брикармса есть вторая фигурка, называется «Сержант Эванс». Тот, кто смотрел фильм, помнит, что это второй такой главный персонаж в отряде был. Он не столько главный по фильму, сколько по своей роли именно в отряде. Вот «Сержант Эванс» тоже был как фигурка, которая шла отдельно на Брикармсе, в Брикмании, но ее я не купил. Все-таки очень дорого, я осилил только одну. Кстати, по цене тоже не упомянул, сейчас скажу. Так вот, этого «Сержанта Эванса», конечно, очень тоже хочется купить, просто тупо для коллекции. Теперь о цене. Самая грустная, печальная и так далее. Значит, если про пистолет я уже сказал, то сама мини-фигурка стоит около 30 долларов, если сейчас ее найти. 30 долларов... Ну, вообще застрелится, конечно, цены сейчас по новому курсу. Это почти 2000 рублей за фигурку. Ё-моё! Вот лучше бы я этого не говорил. 30 долларов не так страшно звучит. Ну, 30 долларов и 30 долларов. 30 же не 100. А как переведешь теперь уже в наши деревянные, блин, ну тут надо просто лекарства начинать пить. Тяжело быть коллекционером в наше непростое экономическое время. Итак, 30 баксов. Ну да, почти 2000 рублей. Ой, ладно, на этой грустной, печальной ноте остановимся. Капитан Миллер своей собственной персоной. Ну, а вам спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно про Капитана Миллера посмотреть. Ну и до новых встреч. Увидимся на канале. Всего счастья и счастливо. Пока. А последняя информация. Тем, кто ждет Кондора 13 серии, сообщаю, что она уже скоро будет. Она завершена. И сейчас идет монтаж и озвучка. Все. Вот теперь точно всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok